Здравствуйте, меня зовут Влад Белозёров, я директор по оперированию в компании Wargaming, занимаюсь проектом World of Warplanes. Как прокачивать технику? В чём суть системы пресетов? И что нужно, чтобы собрать пресет? В конце каждого боя игрок получает некоторое количество кредитов и опыта, которые он может использовать для того, чтобы открыть и приобрести модули. Когда дело доходит до их установки, то у игрока будет два выбора. Он сможет воспользоваться либо заранее предустановленными так называемыми пресетами, то есть уже заранее готовыми конфигурациями, которые полностью основаны на исторических модификациях самолёта, либо же он может собственноручно вручную сконфигурировать свой самолёт. Использовать пресеты достаточно удобно, это позволяет быстро влиться в игру, быстро разобраться со сними характеристиками самолёта, понять, что нравится, что не нравится. Для более опытных пользователей, которые уже как бы привыкли к системе, есть возможность ручной конфигурации, которая намного более сложная, чем пресеты. Она также основана на исторических конфигурациях, однако позволяет гораздо больший простор для действий, скажем так. Можно вручную установить или снять ракеты, бомбы, синхронное вооружение и так далее. Будут ли реализованы ночные бои и радары? Со временем будут введены такие режимы боя, как ночной бой, либо бой в динамических погодных условиях. Однако здесь нужно понимать, что реализация красивого ночного боя с трассерами, прожекторами, всякими разными спецэффектами достаточно плотно завязана на доработках графического движка игры. На данный момент мы в этом направлении очень активно работаем и, скажем так, с хорошими результатами. Как имели возможность игроки убедиться, за последние несколько патчей достаточно здорово изменился в лучшую сторону графический движок, картинка стала лучше, мы над этим постоянно работаем, и в дальнейших патчах будет дальнейшее улучшение картинки в игре. Однако реализации этих фич в релизной версии игры ожидать не стоит. Это будет сделано позже. Во время ночных боёв, конечно, многое будет зависеть от радаров, как стационарных, так и тех радаров, которые установлены на некоторые типы тяжёлых истребителей. Истребителей, безусловно, можно будет сбить, а наземные радары уничтожить бомбами, что принесёт дополнительные тактические элементы угла. Чем обусловлена классификация самолётов? Концепция построения и использования самолётов исторически у каждой нации была своя. Скажем, японские истребители достаточно сильно отличались по тактике их применения и по концепции их создания машин немецких, американских, либо Советского Союза. И, безусловно, это мы переносим в игру. Привязка машин к классу, она в первую очередь переназначена для того, чтобы игрокам было легче разобраться в новых машинах и для того, чтобы проще было формировать деревья развития техники в игре. Мы очень сильно привязываемся к историческим особенностям применения и поведения боевых машин и по максимуму стараемся передать в игре те особенности тактического использования самолётов, которые были для них актуальны в реальном мире. Большинство пользователей играет при помощи мышки и клавиатуры. Насколько проработана эта система управления? Может играть с джойстиком удобнее? У нас очень чёткая позиция касательно управления в игре. Она базируется на двух принципах. Первый принцип — это то, что любой тип управления должен быть максимально эффективен и одинаково эффективен в игре. То есть приверженцы одного либо другого типа управления не должны иметь явных преимуществ или, наоборот, недостатков за счёт того, какое именно управление они используют. Все типы управления мы делаем максимально удобными, максимально эффективными. Всё будет, грубо говоря, зависеть от рук того, кто играет. Это не означает, что мы связываемся с какими-либо ограничениями и стараемся сделать какой-либо вид управления хуже, чем другой. Мы просто работаем над тем, чтобы сделать все одинаково хорошо. А второй постулат — это то, что игроку должно быть максимально удобно управлять самолётом, он не должен бороться с управлением. Всё, что он делает, должно давать совершенно логичные и предсказуемые реакции, чтобы было комфортно и здорово играть. Когда бета-тестирование станет открытым? Готовность к открытому бета-тестированию мы определяем по двум критериям. Первый критерий — это подготовка функционала. Это означает, что нужно выполнить тот набор фич и всяких различных игровых особенностей, которые мы считаем необходимыми для выпуска игры на открытое сообщество. Это включает в себя очень много аспектов. Это готовность серверов, это готовность всяких различных игровых механик, это достаточное количество уроков обучения и так далее, и так далее. Второй аспект, который мы при этом учитываем, — это общая отполированность и качество игры. Наш главный фокус заключается в том, чтобы выпустить максимально качественный продукт. Это мы оцениваем также по многим критериям. Это анализ реакции сообщества, это различные фокус-тесты, а также наше субъективное мнение и то, насколько игра соответствует нашим субъективным ожиданиям. Как только эти два критерия будут выполнены, мы сразу же выйдем в открытые бета-тестирования. Будут ли призы за участие в бета-тесте? Если да, то на каких условиях? Конечно, будут. Мы очень благодарны всем нашим бета-тестерам. Они помогают сделать игру лучше. И кроме того, что они в нее играют, на самом деле это почти что работа. Они работают над нашим продуктом, можно сказать, как часть нашей команды в том числе. И, естественно, за это будут награды. Единственное, что можно сказать, что нужно проявлять активность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok